Вопросы ГЧП урегулировали. Окружные законодатели приняли во втором чтении поправки в закон об участии Нинецкого округа в государственно-частном партнерстве. Привести в соответствие с федеральным законодательством региональные законы о государственно-частном партнерстве субъекты должны до 1 июля текущего года. Изменения утвердили на очередной сессии. Всего в повестке дня значилось 43 вопроса. Окружной закон о ГЧП был принят в регионе еще в 2011 году и до настоящего времени не находил практического применения. Сегодня документ приведен в соответствии с федеральными нормами. Изложены полномочия органов государственной власти округа. Заявлено об участии губернатора округа при реализации государственно-частного партнерства. Перечень полномочий администрации округа дополнен полномочиям принимать решение об использовании объектов, находящихся в государственной собственности Нинецкого автономного округа. Проекта государственно-частного партнерства. При этом использование недвижимого имущества, стоимость которого превышает 25 миллионов рублей, согласовывается с собранием депутатов округа. В законопроекте разграничены полномочия округа как публичного партнера, осуществляемые администрацией округа и уполномоченными органами. Приведен в соответствие с федеральным законом, а значит, должен стать действенным инструментом, направленным на обеспечение стабильных условий развития ГЧП, привлечение и эффективное использование государственных частных ресурсов для развития экономики и социальной сферы округа, повышение качества жизни населения. Говоря простыми словами, ГЧП – это альянс государственной власти и частного бизнеса с целью реализации общественно значимых проектов в широком спектре сфер деятельности. В России этот механизм работает уже более 10 лет. ГЧП-проекты реализуются прежде всего в транспортной сфере и коммунальном хозяйстве. Самый успешный ГЧП-проект в масштабах страны – реконструкция и модернизация аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. Процесс проходил при совместном участии бизнеса и власти. Удачный пример есть и в сфере здравоохранения, когда, например, на базе заброшенной поликлиники частное лицо открывает платную клинику, но в рамках соглашения обязуется определенному кругу лиц оказывать бесплатную медпомощь. Среди успешных проектов и передачи объектов туристического обслуживания задача Неницкого округа сегодня перевести закон ГЧП в практическую плоскость.